Всем спасибо, все свободны. Аттракцион невиданной щедрости от государства завершен. Самая масштабная амнистия за последние годы в честь 73-я победы подошла к концу. На свободе с чистой совестью оказались 1856 человек. В том числе около 500 освободились из колоний, 84 – из следственного изолятора. Основная, то есть 95% доля освобожденных – это те лица, которые у нас подпали под пункт 5-й постановления о порядке применения амнистии – это те лица, которые осуждены за преступление большой и средней тяжести и которым на момент окончания применения постановления об объявлении амнистии оставалось отбывать наказание меньше года. 20 человек из освобожденных отбывали наказание за преступление, совершенные по неосторожности, в том числе за ДТП, включая аварии со смертельным исходом. Те, кто попали под суд по так называемым пьяным статьям, амнистии не подлежали. Вольную получили осужденные, отбывавшие наказание без изоляции от общества. Их большее количество от числа освобожденных, в том числе 12 несовершеннолетних. У нас состоит на учете постоянно порядка 2400-2500 осужденных, в зависимости от движения осужденных, освобождающихся или вновь поступающих переговоров. Так вот, нами по амнистии освобождено 1278 человек, и 7 материалов в настоящее время вступают в законную силу. Чтобы попасть под постановление об амнистии, необходимо было четко соблюдать порядок отбывания наказания. Сотрудники УФСИН изучали личные дела спецконтингента и делали выводы, кто достойно освободиться заранее, а кто нет. К слову, 90% амнистированных ранее уже отбывали срок. Освобождение по амнистии – второй шанс от государства проявить себя на свободе. Правда, этим шансом экс-заключенные пользуются по-своему. Пока посчитать, сколько из освобожденных уже вернулись за решетку, нет возможности. Но первые данные об амнистированных рецидивистах уже поступают. Уже имеют случаи, на моей памяти, наверное, около 10 задержаний лиц за совершение преступлений, те, которые уже были освобождены по амнистии. Откуда колониам становится известно, следственные органы запрашивают характеристики в связи с возбуждением уголовного дела. Такие запросы в колонии поступают. Поступила информация из четвертой колонии, что один гражданин, который был освобожден летом по амнистии, уже вернулся в колонию с приговором. Освободились из иванских колоний примерно 8% осужденных. Среди них ни одного известного по громким, в том числе политическим делам. Под амнистию в честь 70-летия Победы не попали осужденные по статьям за коррупцию.